Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о наших книжках, потому что нам очень часто пишут, спрашивают, что же такого интересного читает Ксюша. И вообще, что Ксюша читает? Всё просто. Мы читаем книжки, очень много читаем. Каждый раз перед сном Ксюша слушает какую-то сказку. И перед тихим часом. И перед тихим часом. И когда я учусь математику делать. Да, что-нибудь всё равно в книжке написано, да? Но в основном мы читаем это перед сном. По порядку Ксюша подаёт книжечку. Я немножко об этой книжке рассказываю. Ну, давай, книжка. Первая книжка. Тяжёлая, да? Первая книжка просто обозначим. Это вот такая вот большая энциклопедия у нас есть. Она, в принципе, у нас есть. И мы её периодически по чуть-чуть читаем. В принципе, энциклопедии по одной схеме все написаны. О земле, о животных, о птицах, о цветочках. Всё вот, в принципе, в них одинаково. Поэтому такое мы читаем. Следующая книжка у нас... Давай, Ксюша. Она прочитана по 385 раз. Но всё равно, ну, очень редко. Сейчас крайне редко. Мы прям её открываем даже. Вообще редко. Даже с полки берём. Это книжка для малышей. Сказки. И она очень красочная, очень яркая. Здесь очень много сказок. Да, Ксюша? Я уже взрослая. Надо уже взрослую покупать. А, вот, да. Ксюша говорит, что она взрослая. И вот это книжечки детские. Поэтому такое мы читали. Здесь различные сказки. Всё очень красочно. Это для тех деток, которые любят смотреть картинки, когда вы им читаете. Ну, вот такой период у нас, да, уже прошёл. Но, тем не менее, бывает. Самая любимая наша книжка одного времени – это книга про поведение. Здесь написаны все правила поведения. Они тоже в картинках. Очень ярко, красочно. В стихах, что очень важно. И Ксюша любила слушать такие стишки, что как правильно себя вести дома. Я уже взрослая, мне надо все взрослые книжки. Ну, мы это поняли. Мы это уже поняли. Да, я немножко рассказываю, что у нас читалось недавно. Ксюше сейчас 4 года с небольшим. Эти книжки все вот буквально последнего полугода. Не более, не позднее. Вот, и в стихах очень легко нам это все заходили. Правила про школу, про улицу, про транспорт, про поведение дома. Здесь всё очень ярко и интересно было. Следующая книжка. Она у нас очень древняя, очень старая. Эту книжку дарили ещё мне, когда я училась в начальных классах. Она без картинок. Да, это книжка без картинок. Но такие книжки мы тоже читаем, разумеется, перед сном, да, когда Ксюша уже всё готовится ко сну. И просто что-то вот почитать. Я уже взрослая, мне надо новые-новые покупать. Новые-новые. Ксюш, мы это всё поняли, конечно. Это книжка с русскими народными сказками. Также есть сказки, которые вот авторов классические такие. Киплинга, Перо и другие. Это классика. Это то, что вот хорошо, чтобы оно было. И при случае достаем и читаем. Следующие книжки из более новых. Это рассказы Носова. Там есть картинки. Ну, это книжки есть картинки. Но это уже серьёзнее литература. Носов всё-таки писал о чём-то важном. Ксюше очень нравятся эти рассказики. Мы ещё посмеялись и дочитали до конца самого. Да, эту книжку мы перечитали не один раз. Ксюша хохочет, когда читает. Ей очень нравятся эти рассказики. Здесь несколько. Это не самая большая книжка. Не самый большой сборник его рассказов. Но, тем не менее, мы вот перешли уже на такое. Ещё одна книжка. Это Питер Пен. Она, в принципе, очень серьёзная книжка для внеклассного чтения начальной школы. Но вот нам хотелось её почитать. И мы её почитали. Мы её читали очень долго. Во-первых, перед сном я читаю буквально там от 30 до 50 минут. И очень приличная по объёму сама. Довольно-таки мало картинок. Они только в некоторых местах. И группой картиночки. Но Ксюшу слушала, да. Очень долго читалась. Потому что тяжёлая всё-таки для восприятия ребёнка. Кузя, домовёнок. Следующая книжка. Да, домовёнок Кузя. Вот это нам прям зашла книжечка. Очень лёгкая, весёлая. Мы её прочитали довольно-таки быстро. Хотя в ней картинок-то и нет как таковых. Но книжка нам очень понравилась. Ксюша так же хохотала. Редко они бывают. Редко бывают картиночки. Да, в наших книжках уже. Следующие у нас книжки. Это серия книг про пони. Давай, Ксюша, все про пони, которые. Это вот серия книг про пони. Я как-то выкладывала в Инстаграм. И писали уже комментарии девчонки, что у кого-то читают. Девочке очень нравится. Писали личные сообщения, что посоветовать, стоит ли читать их. Потому что сейчас на полках их очень много. Читать стоит, да. Особенно, если ваши детки любят слушать перед сном. Потому что в этих книжках, картинах цветных нет. Есть чёрно-белый, но их немного. Преимущество текста. Текст крупный. Они бывают редко. Редко бывает, да. Текст крупный, поэтому для ребёнка начальной школы вот эти вот книжечки зайдут для самостоятельного чтения. Но Ксюше понравились. Там есть одна девочка, мечтая о пони. Это Пипа. Да, здесь про девочку Пипа. Про её приключения на острове, где проживают пони. Их очень много. Просто вот у нас было куплено три, чтобы посмотреть, как вообще Ксюше понравятся эти приключенческие книжечки. Нет, нам понравились. Да, появятся ещё, приобретём ещё. И книжка, которую мы читаем сейчас, прям вот на данный момент, вот два дня, два дня последних. Так, сейчас покажу по ним, ещё раз вернусь к ним. Здесь всего по семь, по восемь глав. И каждая глава у нас уходит на одно чтение перед сном. То есть на неделю у нас одна книжечка. Точно такой же принцип здесь. Это серия про котиков-собачек. Тоже наверняка видели в книжных магазинах. Их очень много в этой серии книжек. Ксюша уже поняла, что их очень много в серии. И что они нам понадобятся. Но мы только начали. Мы прочитали две главы. Здесь тоже восемь глав. Тоже это вот где-то нам на недельку. Прочитали две главы. Но Ксюша сказала, что да, ей уже нравится. Нам очень понравилась история и про котяток. Да, Ксюш? Поэтому будем читать дальше. Это вот всё, что мы сейчас читаем. Ещё спрашивали, что же мы такого смотрим. Какие-то мультики. Преимущественно мы смотрим советские мультфильмы. Ксюша, какие твои самые любимые? Расскажи. Дременский музыкант. Дременский музыкант. Ещё нам нравится. Про поросёнка. Какого? Как зовут поросёночка? Зюня. Чуня. Ну это очень старый мультик. Да. Фунтика тебе нравится смотреть. Фунтика. Ещё про зайца с волком. Как мультик называется? Ну погоди. Ну погоди. Вот такого плана мы смотрим мультики. Единственное, не так давно нам стали нравиться полнометражные мультфильмы. Да, Ксюш? И розочка. Да, вот про троллей мультфильм полнометражный нам понравился. И сейчас последние, вот может несколько недель мы смотрим «Богатырей». Ей тоже интересно. Это вот то время теперь, которое она уже может высидеть спокойно за просмотром семейного такого мультфильма. Да, Ксюш? Угу. Там смешной Юлий обхохотишься. Там, да, смешной конь Юлий, Ксюша, очень он нравится, обхохотишься. Ну понятно, что смысла как такового прям глубокого смысла картина, она ещё не понимает в силу возраста. Хотя я, знаете, сомневаюсь, пора бывать такие вопросы задаст. Я очень долго думаю, как ответить на подобные вопросы, но отвечаю на все вопросы ребёнка. Вот тоже часто спрашивают, что у Ксюши очень много вопросов, как вы реагируете на это. На все отвечаю. Какой бы вопрос ни был, насколько бы глуп он ни был, почему небо голубое, почему трава зелёная, или из той же оперы, откуда берутся дети, я отвечаю на все, абсолютно на все вопросы. Ни один вопрос ребёнка не должен остаться без ответа. Как только вы не отвечаете на один вопрос, на второй, на третий, когда ребёнок подходит к вам, вы теряете у него авторитет. Ну, дабы этого не произошло, я советую вам тоже отвечать на все вопросы, которые вам задаёт ребёнок. Это очень важно. Для него это важно. Если ребёнок у вас что-то спрашивает, значит, именно это для него важно, именно в этот момент. Потом это ему уже не будет нужно. Потом он это спросит у кого-то другого, но точно не у вас, потому что, когда он к вам подходил, у вас ответа не было. Вот, сегодня всё про книги, про сказки, про мультфильмы. И пока-пока. Задавайте вопросы, пишите. Комментарии, ставьте лайки и подпишитесь на наш канал. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok